Музыка Яблановский мост на две недели станет пешеходным. С 4 по 20 августа движение автомобилей по мосту полностью закроют для ремонта дорожного полотна. На мосту будут проведены работы по замене деформационных швов. Поскольку деформационный шов представляет собой цельную металлическую конструкцию, демонтировать его по частям невозможно. На подъездах к мосту заблаговременно будут размещены соответствующие информационные знаки со схемой объезда ремонтируемого объекта. Въезд в Краснодар на период закрытия путепровода будет осуществляться через Тургеневский мост и со стороны шлюзов Краснодарского водохранилища. Предыдущие ремонтные работы проводились на Яблановском мосту в 2012 году и длились несколько дней. Тогда заменили асфальтовое покрытие на проезжей части, на подходах к мосту обновили тротуары и установили бордюры. Тарифы ЖКХ в Краснодарском крае вновь выросли на 4%. Дороже стали вода, газ и свет. Тарифы на ЖКХ разут ежегодно. Плату за коммунальные услуги по традиции последних лет поднимают с 1 июля. Сколько же мы теперь платим за электроэнергию? В северском производственном участке Краснодарского филиала Кубаньергосбит телерадиокомпании сообщили, какова будет стоимость электроэнергии для населения района. Итак, кто живет по обычным счетчикам? 1 кВт обойдется в 4,61 рубля для городских поселений и 3,23 рубля для жителей села. Если установлен счетчик день-ночь, то для городских дневной и ночной тарифы составят 5,15 рубля и 2,77 рубля соответственно. А для сельских день 3,60 рубля и 1,94 рубля ночь. Голубое топливо тоже станет дороже для населения Кубани в среднем на 3,17%. Ранее Куб потребленного блага обходился в 5,11 рубля, теперь его цена будет 5,27 рубля. Так, за 100 кубов газа по новому тарифу вы заплатите на 16 рублей больше. В среднем по Краснодарскому краю тарифы на тепловую энергию выросли на 3,9%. На холодное водоснабжение на 4,2%, а водоотведение на 1%. Словом, по самым скромным подсчетам, за коммуналку каждый месяц придется платить в среднем на 50-60 рублей больше. Рост платежей за коммунальные услуги в муниципальных образованиях ограничен постановлением главы губернатора Краснодарского края, которое опубликовано на официальном сайте Краевой администрации. Стоит отметить, что на сайте Федеральной антимонопольной службы России размещен ресурс «Калькулятор ЖКХ». Этот инструмент является агрегатором ссылок на региональные калькуляторы коммунальных платежей, разработанных в соответствии с поручением правительства Российской Федерации. С помощью региональных калькуляторов коммунальных платежей граждане могут произвести примерный расчет платы за коммунальные услуги. В зале районной администрации прошло рабочее совещание. Первым вопросом на встрече рассмотрели о развитии градостроительной отрасли. О потоках деятельности сферы архитектуры за первые полгода 2018 года должен начальник управления архитектуры Николай Семенцов. В сфере жилищного строительства на территории района за 6 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 39 тысяч квадратных метров жилья. Плавно 2018 год 65,5 тысяч квадратных метров. Выполнение его в настоящее время идет с небольшим опережением и составляет 59,6%. При этом основной объем строительства жилья приходится на афибское городское поселение. Об эпизиотической ситуации по бруцеллезу на территории Краснодарского края рассказал начальник ветеринарного управления северского района Григорий Сокол. В северском районе ситуация на особом контроле. Как только мы видим о том, что появилось новое животное у людей, пусть там небольшое количество овец, коса, либо крупный рогатый скот, ставьте в известность нас, потому что мы должны прежде всего исследовать бруцеллез, чтобы исключить завоз, потому что мелкий рогатый скот чаще всего привозят племенных, как они говорят, баранов, либо козлов, сразу же ставят их без карантинирования в атары и происходит перезаражение. Также на совещании рассмотрели вопрос о ходе выполнения работ по замене 5% сетей водопроводно-канализационного хозяйства, о задолженности по арендной плате за землю в разрезе городских и сельских поселений и другие вопросы. На сегодняшний день в районе активно ведутся ремонтные работы в школах и детских садах. Глава района подчеркнул необходимость поддержки учреждений. Глав поселений попросил бы на своих территориях подъехать к школам, к садикам и узнать, чем можно помочь, что нужно у заведующих, у директоров школ, поинтересоваться, какая помощь необходима со стороны администрации. Может где-то надо людей, чтобы скосили траву, еще что-то, поэтому не оставайтесь безучастными к этим всем моментам. С учетом того, что не у всех есть хорошие финансовые возможности, кажется, лишняя банка краски она не помешает. В конце встречи главы поселений доложили о наведении санитарного порядка на своих территориях. Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Федорович Беляков 1 июля отметил 95-летний юбилей. Наша съемочная группа побывала у Алексея Федоровича в гостях. Родился он в 1923 году в селении Недяково Заокского района Тульской области. В ноябре 1941 года 18-летний Алексей был призван солдатом 49-й стрелковый полк 50-й дивизии под Москвой. В 1943 году попал в госпиталь и после лечения до конца войны прослужил пулеметчиком в 4-м кубанском корпусе 32-го полка под руководством генерала Плиева. Победу встречал Алексей Федорович в 1945 году в Чехословакии. После войны он переехал в Грозненскую область, где работал водителем начальника ДСО. А когда началась Первая Чеченская война в 1991 году, было решено переехать в Северский район. Здесь до выхода на пенсию Алексей Беляков проработал на молочном заводе машинистом холодильной установки. У ветерана два сына, а со своей супругой Евгением Ивановным он прожил 52 года. В 2001 году Евгения Ивановной не стало. Сейчас Алексей Федорович радует внуки и правнуки своей заботой и вниманием. Алексей Федорович награжден Орденом Отечественной войны первой степени, медалями за взятие Будапешта, за освобождение Праги и за победу над Германией. Фотоискусство – одно из самых массовых и доступных видов художественного творчества. Сегодня фотографией увлекается каждый второй. Но, как правило, люди с объективом делают просто постановочные снимки. В станице Северской живет фотограф-любитель Сергей Вересович. Привлекает его кубанская природа и, в частности, красота Северского района. Фотографировать начал 8 лет назад и за это время сумел сделать немало снимков, достойных внимания. Некоторые из них выставлены в Северском историко-краеведческом музее. Я люблю природу. Даже я не знаю, как это объяснить, почему, каковы причины, что меня заставило так сильно полюбить. Но я всю жизнь меня тянуло в лес, на природу. Вижу наши красоты и фотографирую их. На фотографиях Сергея Вересовича запечатлено все разнообразие кубанской фауны. Но в объектив попадает не только растительный, но и животный мир. Есть по-настоящему редкие экземпляры, которые просто так вряд ли встретишь в природе. Редко, когда так получается. И то, когда в основном я один хожу по шаживотному, они очень пугливые. Они боятся даже больше, чем люди боятся их. Вот это, например, тоже повезло мне просто, когда я по северному склону Субербаша, нашей горы ходил, наша визитная карточка, сельского района. Вот я шел и случайно увидел косульку. Она шла по лесу, да, и она меня не заметила. Я просто за дерево спрятался, и ее успел пару раз щелкнуть. Впечатляет Сергея не только красота природы, но и безответственное отношение к ней некоторых отдыхающих. Нечеловеческие объемы мусора превращают живописные места в настоящие свалки. Три года назад фотограф вместе с друзьями стал организовывать субботники. Я не прошу там чего-то такого глобального, масштабного, хотя бы просто бережно относиться к своей природе. Например, отдохнули в лесу, там вывезли за собой мусор. Выбросили там вот эту мусорку, там уже вывезут на свалку. Потому что у нас очень много красивых мест, и немного жалко, что такие места засоряются. У многих людей отсутствует экологическое воспитание и бережное отношение к природе. В планах у Сергея большая выставка в Северском музее. Впереди любимое время года – осень. Поэтому не исключено, что предстоящий сезон подарит новые впечатления и новые снимки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова